Всем привет друзья! Ну что, пришло время нового видео и сегодня я хочу с вами обсудить такую тему Знаете, как вот каждый, наверное, водитель, дальнобойщик хочет не только работать на хозяина, но хочет купить себе свой личный грузовик И я вот решил себе представить такую ситуацию К примеру, я решил уйти от шефа и купить себе новый грузовик Новый грузовик, абсолютно новый, 2020 года выпуска, такой же новый прицеп к тягачу И я решил посчитать, сколько же времени понадобится для того, чтобы этот грузовик отбить Вот, к примеру, у меня есть деньги для того, чтобы купить этот грузовик, позволить себе За сколько же он себя оправдает Друзья, для тех, кто думает, что я в этом видео буду показывать новый грузовик и так далее Нет, это видео будет чисто по расчетам Как говорится, математические расчеты, которые я провел и выписал себе на черновичок Потому что цифр очень много И они, скажем так, немаленькие, да? И очень важные Если вам данная тема будет интересна, то, конечно же, по итогу поставьте палец вверх Мне будет приятно, для вас это ерунда, сущий пустяк И я думаю, что это такая интересная тема для видео, как я считаю Своё мнение вы пишите в комментариях Если что-то в моих расчетах вам не понравится или будет смущать Тоже пишите в комментариях, пишите своё мнение по данному поводу, по данной теме Ну, а я с вашего позволения начну Для вашего удобства, как обычно, я цифры буду выводить сюда Для того, чтобы вам было легче воспринимать их Итак, смотрите, друзья Стоимость нового полупрецепа Тот, который я выбрал, это Кёгель Или Кёгель, кто как называет Да, 2020 года Абсолютно новый полупрецеп Пришил я именно выбрать штору Значит, штора новая будет стоить 26 170 долларов Вы это можете видеть на своих экранах Это составляет где-то 698 с лишним тысяч ривен А конкретнее 698 тысяч 616 гривен Значит, это стоимость только полупрецепа Что касается тягача Тягач я решил выбрать MAN TGX Да-да, друзья, именно MAN И не удивляйтесь, что я решил взять колесную базу 6х4 Ну, вот просто я так решил Цена там колеблется в районе 5000 евро Ну, между 4х2 и 6х4 Вот, MAN TGX 33 510 Такой, знаете, именно заряженный конкретный MAN Значит, стоимость тягача Обошлась бы мне, к примеру, да, или вам В 101 600 долларов Это, если в гривне, то 2 712 242 гривны Это если считать по курсу, который вот на момент записи видео Итак, в итоге, друзья, что получается Если вдруг я или кто-то из нас, да, из вас Решит купить себе новую сцепку То она ему обойдется в 127 770 долларов Именно вот такую конкретную сцепку, которую вы увидели на экране Это в рублях, для тех, кто с России, да, я специально все это высчитывал на разных курсах валют Значит, в рублях это получится почти 9 миллионов рублей А в гривнах почти 3,5 миллиона гривен Извиняюсь Значит, смотрите, друзья Когда вы купили новый тягач, да Я купил новый тягач Новую фуру, естественно, я ее покупал там, к примеру, для работы, да Не, к примеру, а для работы Значит, какая реальность сейчас в Украине Для тентовых полупроцепов кубатурой Там, если груз берете от 40-50 кубов до 90 кубов То загрузки в среднем, там, есть по 11 гривен, есть по 13, есть по 14, есть по 15, есть по 20 Встречаются по 22, по 23 гривны, по 25 гривен Я решил взять среднее значение, средняя ставка, пускай будет за километр по 15 гривен Вот, к примеру, я решил работать по диспетчерам И по 15 гривен за километр я буду зарабатывать Значит, дальше идем Расход топлива Расход топлива на 100 километров Это немаловажное значение в данных расчетах, да Я выбираю 30 литров Почему 30 литров? Потому что, учитывая наши дороги, качество наших дорог Я считаю, как бы, где-то в среднем так и будет получаться Даже если учесть то, что вы будете возить без перегруза Хотя по техпаспорту справедливости ради надо сказать То, что у данного Мана ТГХ, который я выбрал, 33 510 У него по паспорту 25,6 Расход Но это такое Значит, среднюю цену на солярку я взял по заправочной станции, которая есть на всей территории Украины Я не беру там разливайки и так далее Это все отдельная история Но цена за литру солярки составляет 21 гривну Значит, дальше Средний пробег в месяц я взял 10 тысяч километров То есть, 10 тысяч километров вы должны круглый год будете Ну, просто вот Это реальный пробег, который можно сделать Который можно откатать за месяц на своей фуре Некоторые умудряются по 15, по 16 Но я просто в круг решил, вот круглый год вы делаете по 10 тысяч километров Значит, смотрите, что у нас получается Дальше уже идет, как говорится, математика следующая Значит, на заправку за эти 10 тысяч километров Вам придется заправить в свой тягач 3 тонны солярки 3 тонны солярки по средней цене, которая сейчас есть за литр в Украине На солярку вы потратите 63 тысячи гривен В долларе это 2360 долларов Соответственно Значит, что вы заработаете за эти 10 тысяч километров Если будем считать в круг, да Там где-то плюс, где-то минус В круг будем считать 10 тысяч километров Вы проехали по 15 гривен за километр Где-то по Рожняковым Где-то там проехали по более высокой ставке Ну, я просто считаю для более простой математики, как говорится Для того, чтобы было более понятно и ясно По 15 гривен за километр Заработок ваш за 10 тысяч километров, соответственно, за месяц Должен составить грязными, грязными, повторяю 150 тысяч гривен Ну, это просто, в принципе Значит, по доллару это получается 5620 долларов 5620 долларов Это грязный доход Мой, к примеру, как владельцы нового тягача Должен составить приблизительно такой вот доход Дальше, значит, мы высчитываем Из этих 5620 долларов Мы высчитываем топливо 5% налога Это, в принципе, именно тот Та норма налогообложения Которая присутствует сейчас в Украине Значит, у вас в стране там В Казахстане В России Может быть, по-другому Я просто не знаю, с какой стороны вы смотрите данное видео Значит, дальше Откидываем на питание На питание и другие затраты Я решил вывести 350 гривен в день Ну, это среднее такое число Где-то там ментам Где-то там еще что-то Ну, и так далее На еду Вот Значит, за 30 дней Если реально 30 дней взять Вы потратите 375 долларов Или же 10 тысяч гривен Для Украины Значит, в итоге Что мы получаем За месяц Вы заработали грязными 5620 долларов Потом Отминусовываем 2360 долларов Топлива Это чисто солярка Дальше 280 долларов У вас ушло на налоги Дальше 375 долларов Это затрата на питание И другие Другие Прочие траты В итоге В итоге Ваш чистый доход Но пока еще Не совсем чистый Но вы дальше поймете почему Ваш чистый доход Должен составить 2605 долларов Это чистый доход уже Из этого дохода К примеру Вы У вас уходит на покрытие Там Ну, вы вложили 128 тысяч долларов Да В покупку нового Грузовика Тягоща и прицепа И К примеру Вы по тысяче Покрываете Там Вот это вот Вот это вложение Да По тысяче долларов В месяц Соответственно Если вы будете Покрывать По тысяче долларов В месяц Данную покупку Данное вложение Вам понадобится Естественно 128 месяцев Для того Чтобы Полностью Полностью Покрыть Но Значит Что у нас получается 128 месяцев Друзья Это у нас Десять с половиной лет Десять с половиной лет Значит Понятно Вы скажете Можно там И по полторы тысячи Другой скажет Я там бы И по две тысячи Гасил бы эту сумму Да К примеру Это не лизинг Это я просто говорю Лизинге Там вообще Вы будете Бешеные проценты Платить И независимо от курса Будет он расти Или падать То есть Это просто Там Ну это Пожизненно Там еще правнуки Будут выплачивать Я просто говорю Вот у вас есть Определенная сумма Да Вот у вас было Там к примеру 128 тысяч Долларов Вы их вложили В покупку Нового грузовика И Отбиваете его Да Вот Можно конечно Сказать Да я там По две тысячи Долларов Эту сумму Там покрывалась Ну я считаю Так 1600 Вы к примеру У вас семья Там И так далее Какие-то траты Дети Там И так далее 1600 долларов Вы Оставляете Для семьи На месяц А 1000 долларов У вас типа покрывается Как бы Сумма Та которую Вы вложили Возвращаете Вы ее себе Так вот Вы возвратите Эту сумму Через 10,5 лет Но Не все так просто Дело в том Что Казалось бы Да Фура Окупится Через 10,5 лет Но Мы с вами Не учли Еще тот момент То что вам нужно Будет Менять масло Менять резину И проводить И проводить ТО На минуточку За 10,5 лет Пробег На вашем Грузовике Будет уже Миллион Миллион Километров Вы должны Будете на нем Проехать Соответственно Соответственно Вы Не можете Это просто Не учесть К примеру Я Посчитал Все Очень По простой Схеме Значит Замену масла Я бы Лично Производил Через каждые 20,000 Километров Соответственно Если Производилась Замена масла Через каждые 20,000 Километров Вы бы 50 раз Заменили Масло На своем Грузовике За 1,000,000 Пробега 1,000,000 Километров Ориентировочно 400 долларов С покупкой Масла Фильтров И так далее 400 долларов Обойдется Замена масла На тягаче Это На минуточку 20,000 долларов За Миллион Пробега То есть Чисто 20,000 Долларов Вы Будете Должны Должны Будете Потратить На замену Масла За пробег Миллион Что касается Резины То тоже Тут спорный Немного Момент Я бы Например Менял резину Через каждые 100,000 Километров Ну Машина Как бы Новая Машина К примеру Моя И мне Хотелось бы Ее постоянно В бодром В боевом Состоянии Содержать Да Опять же Такие Колесная Формула Да Зачем Так много Колес Ну К примеру Может я Захотел бы Потом Переформироваться Как говорится Под зерно Может на трал И так далее Это уже Такой момент Скользящий Но тем не менее Для того чтобы Было проще Подсчитывать Я беру 10,000 За одно Колесо К примеру Это не самое Лучшее колесо Это просто Средняя цена Для того чтобы Было Вам проще Воспринимать А мне проще Считать 10,000 Гривен За одно Колесо В итоге Получается У нас На резину На резину За Резину Надо будет Поменять 10 раз За 1,000,000 Пробега В итоге Получается Таким Вот Учитывая Учитывая То сколько У вас Колес На машине И сколько Вам Раз Придется Их Менять А на секундочку Вам придется Менять Ну в моем Например Случае В данном Варианте Который Я выбрал 16 колес Поменять 16 колес Это надо Отдать 160,000 Гривен Сумму В долларах И в рублях Вы видите Здесь Соответственно За 1,000,000 Пробега Вам придется Отдать 1,000,000 600,000 Гривен Все остальные Валюты Здесь Вы видите На экране Вот такую сумму Вы отдадите Чисто на замену Резины В долларе Это получается Почти 60,000 Долларов Почти 60,000 Долларов Надо будет Отдать За 1,000,000 Пробега За 1,000,000 Вы отдадите 59,000 935,000 Долларов В итоге Получается За 1,000,000 Пробега Вам придется Чисто на масло И на резину Я не говорю Про электронику То что она у вас Начнет барахлить На 500,000 Или на 400,000 Или если вам Повезет Еще раньше Можете Можете Вообще без проблем Отъездить Всякое бывает Но как показывает Опыт и практика То что Чем новее машины Тем быстрее Они сдаются Вот И Чисто на резину И на масло На протяжении 10 лет На обслуживание Чисто в этом плане Вы Потратите на свой тягач Новый тягач 80,000 Долларов Много это Или мало Если раскинуть Это на 10 лет То получится По 800 долларов Ежемесячно Вам Надо будет Рассчитывать Вкладывать В резину Масло Ну На ТО Не знаю Это Слишком Так Расплывчато Расплывчато И понимаете Какая штука получается Если мы еще Помните Да Сколько у нас Чистого дохода Осталось 2605 долларов Из которых Мы Якобы Тысячу Отлаживаем На покрытие Вложения И 1605 Да Там 1600 Мы Несем Семью И Посчитайте Еще по 800 долларов Если Если Закладывать Вот Это Вот Маржу Так Называем Да Такую долю 800 долларов Ежемесячно Это у нас Будет Уходить Там Грубо говоря На Траты По обслуживанию Грузовика То Получается Уже И не такая Большая Сумма Да Заработка И не такой Большой Доход И окупится И окупится Машина Которая Сто Девяносто Извиняюсь Сто Двадцать Восемь Тысяч Долларов При покупке Ее Она Купится Даже Через Десять Лет Если По Тысяче Долларов Вы Ее Будете Гасить Это Даже Не Лизинг Это Просто Получается Дистанция На которую Рассчитывать Надо На Окупаемость При покупке Нового Грузовика Она Очень Большая Это С тем Учетом То Что Вы Будете Ездить Сами На Грузовике То Что Вы Не Будете Платить Водителю И так Далее И Друзья Данное Видео Можно Да Можно Расценить По Разному Вы Можете Сказать Ты Посчитал Неправильно Ты Расчеты Провел Неверно Вот Там Я Так Посчитал Там Я Так Посчитал Друзья Я Посчитал Так Как Я Посчитал Склоняясь На Реальную Как Говорится На Реальные Цены На Реальные Суммы На То Как Оно Действительно Вот Сейчас Есть Цена Топлива Какой Там Будет Расход Получаться И так Далее И так Далее Все 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 Это Я Старался Учесть Все Вот Эти Вот Моменты Понятно Досконально Прям Копейка В копейку Не высчитаете Даже Вы Если Захотите Этим Заняться К примеру Но Что Я Хочу Этим Видео Донести Друзья Очень Многие Просто Думают То Что Водители Дальнобойщики Они Просто Мешками Загребают День То Что Частные Предприниматели У которых Там Машина Своя Есть И Они На Ней Работают Они Просто Косят Бабло И Не знают Куда Его Девать Так Друзья Я В каждом Своем Видеоролике Говорю О Что Сейчас Нынешнее Время Не важно Я Насчет Казахстана Не знаю Украина И Россия Забудьте Хотя бы На один Год Хотя Бы На один Год В следующем Году Задумайтесь Об этом А этот Год Просто Следите За тем Как Вот эти Тенденции Цены Расценки Тарифы Как Это Все Меняется И Не надо В этом Деле Спешить Это Тот Бизнес Который Не надо Спешить Вкладывать День Надо Все Обдумать Тщательно Я Казалось Бы Да Мне Все Равно Делайте То Что Вы Хотите Там И так Далее Просто Есть Такие Моменты Когда Люди Которые Набирают В долг По 5 По 10 Машин По 20 Машин А потом Резко У них Разрываются Контракты У них Разрываются Договора С ними Перестают Работать Наступает Кризис В стране То есть Происходят Такие Процессы Которые Они Не могут Контролировать Просто Они Не могут Контролировать И Благодаря Этим Процессам Исходя Из этих Процессов Они У них Опускаются Руки Они Не знают Что им Делать Им Надо Платить Лизинги Кредиты За те Машины Отдавать Долги Которых Они Набрались Кучу За В расчете На то Что Сейчас Будет Машина Работать 1 2 3 5 10 Будут Эти Деньги Окупаться Возвращаться И так далее А тут Бац И все И условия Резко Меняются Условия Кардинально Изменяются И Многие люди Не выдерживают Кто Покончил Жизнь Самоубийством Кто Наложил на себя Руки Кто Я не знаю Просто У кого Менее Плачевная Ситуация Он просто Разочаровался В этом Продал Машину Одну Вторую Все Пошел Вообще Как говорится Наемным Работником Куда-то Работать И так далее То есть Разные моменты Разные ситуации Бывают Так вот Чтобы это Все предотвратить Я делаю Вот этот Видеоролик Чтобы вы Поняли То что Водитель Дальнобойщик Или предприниматель Дальнобойщик Он Не гребет Деньги лопатой То что Нету В этой работе В этом Бизнесе Никакой Золотой Жилы Все Если достается То очень Большим Кропотливым Трудом Вот эту Главную Как говорится Центральную Мысль Даного Видео Я и хочу Донести До тех Людей Которые Возможно Думают Что все Легко И просто Нет Друзья Абсолютно Непросто Абсолютно Нелегко Поэтому Если вы Вывод такой Если вы Решите Купить Новый Грузовик То За 10 лет За 10 лет За 10 с половиной лет Ну пускай За 10 лет Вы Покроете Ту сумму Которую Вы потратите Ну как Покроете Итог Какой Вы Грубо говоря Отложите Заработаете Да На покрывание Вложения 128 тысяч Долларов За 10 лет Если будете Месяц В месяц Пахать И будет Стабильная Работа И будет Ставка Стабильная И так далее И ничего Не будет Меняться В стране Ну это Пример Для Украины Вот И в итоге В итоге Не забывайте О том Что 80 тысяч Долларов Это Минимальная Сумма Которую Вы потратите На обслуживание Машины За 10 лет А если Отнять Простая Математика От 128 тысяч Которую Вы Покрывали Сумму Вложения На грузовик 128 тысяч Минус 80 тысяч У нас Друзья Соответственно Получается Правильно 46 тысяч Долларов Вы Отобьете Даже Пускай 50 тысяч Долларов Вы Отобьете За 10 лет На своем Музовике Вложив В него 128 Поэтому Друзья Если данное Видео Вам понравилось Если вы Смотрели Его с Интересом То Ставьте Палец Вверх Если Вы Считаете Что данное Видео Бредовое И ничего Хорошего В нем Нет Ставьте Дизлайк Реагируйте На него Комментируйте И Давайте Добавим Активности Данному Видеоролику Чтобы Люди Реально Желавшие Купить Новый Грузовик Они Задумались А стоит Ли оно Того Или Не стоит Даже Бэушный Грузовик Покупая За Небольшие Казалось бы Деньги 20 30 40 Тысяч Долларов Все равно Вы 10 тысяч Долларов Можно купить Можно купить Грузовик Но Заработаете ли Вы на нем Те деньги На которые Вы рассчитываете Очень Тщательно И хорошо Об этом Подумайте Всем пока Друзья Спасибо вам За просмотр Подписывайтесь На канал Ставьте Палец Вверх И До следующего Видео Всем пока Субтитры